я вам честно скажу вы просто так не сможете определить потому что разные люди по-разному переживают чувство тревоги некоторые способны его настолько хорошо подавлять что и не скажешь по человеку что он тревожится ну есть конечно такие очевидные признаки да и есть язык тела там ланпис нам свое время рассказал как люди сжимаются когда они испытывают тревогу как они этой ногой рукой и трясут там и так далее но это как раз связано с избыточным мышечным напряжением свойственным для тревоги но поверьте есть люди которые вот просто спокойны как вот внешний танк а на самом деле внутри переживает очень серьезную тревогу у меня сняли с языка я собственно говоря об этом и рассказал и это связано прежде всего с тем мышечным корсетом который нас удерживает в этой жизни то потому что такое если вы расслабляетесь то вы становитесь сразу не тревожным человеком но вы не можете двигаться тревога нам нужно для того чтобы справляться с какими-то препятствиями проблемами да со страхами и рисками угрозами там и так далее вот и поэтому у нас возникает вот это избыточное мышечное напряжение которое и можно иногда заметить по тревожному человеку а тремор например возникает потому что одновременно сокращаются и мышцы которые и приводящие и отводящие аддукторы и неадукторы вот они все собственно говоря и создают тот тремор это то беспокойство которое мы можем внешне наблюдать но есть симптомы разных фобических расстройств до проявление дошуку симптомы проявление тревоги это может быть связано с тем что человек там боится что не выключился в квартире постоянно проверяет там газ выключатели там и так далее это может быть связано со страхом там открытых пространств до качек выходит на открытое пространство где много места много людей он испытывает тревогу но старается такие места соответственно избегать и вот это можно сказать что это такое такие проявления тревоги на самом деле часто люди даже уже не замечают они настолько привыкают к тому что вот они боится выступать человек публично самом деле это социофобия и это надо лечить вот а он считает что это нормально он просто боится и не будет вот на самом деле это проблема и надо справиться с ней потому что любой страх который живет вас постоянно это то что вас изнутри травмирует существует целый набор психотерапевтических техник который позволяет справиться с конкретными проблемами этом заиканием тем же или с повышенной потливостью потому что некоторые действительно испытывают из этого тревогу мужчины даже некоторые не здороваются за руку потому что при социальном контакте у них возникает чувство страха они даже могут не полностью осознавать осознают только что у них ладошки становятся мокрыми поэтому они всячески делают чтобы не допускать этого рукопожатия вот поэтому но такая симптоматика действительно существует есть разные техники но основное то что нужно понимать вообще в принципе про тревогу что она имеет три составляющих это наш мышечный компонент вегетативный компонент и мыслительный такой когнитивный компонент и задача состоит в том чтобы расслабиться нормализовать работу вегетативной нервной системы которые регулируют функцию внутренних органов включая железы а собственно большого потливости это потовые железы и третья составляющая это конечно вот кукушку так сказать поставить чтобы она куковала куда надо а не как она любит самый простой способ борьбы с тревогой хотя я считаю что с ней бороться системно да потому что вы можете находить возможности избегать тревоги переживать не так тревожно какие-то события но это не так хорошо как если вы ее собственно говоря выкручуете из себя там сказать всех от лупите этих ваших тараканов и выкиньте их дихлофос такой должен быть терапевтически использоваться но из простых вещей это действительно самое простое упражнение это дыхание дыхание полной грудной клеткой потому что когда вы находитесь в тревоге вам как раз очень трудно вдохнуть и нужно помнить что значит вы расслабляетесь и чувствуете себя спокойно на выдохе но самое главное не вдыхать нервно потому что если вы вдыхаете то у вас там все это и зажмется лишний раз поэтому выдыхаем я сейчас спать а вы там учитесь не испытывать тревогу испытывать чувство беспокойства определенного это абсолютно нормально у нас с вами есть инстинкт сам сохранения его не вытравить из нас на проблема когда тревога изменяет вашу жизнь когда вы вынуждены под нее подстраиваться вы боитесь ездить на лифтах и вы перестаете есть на лифтах вы боитесь публично выступать и вы не вступаете публично вы боитесь облажаться и соответственно ничего не делаете но от этого это проблема вот таких проблем у меня нету к счастью потому что я хорошо знаю соответствующие техники инструменты а самое главное когда ты сделаешь это частью своей обычной жизни ты в какой-то момент просто автоматически начинаешь предупреждать те иррациональные мысли которые у тебя возникают до прогнозы требования объяснения ты постоянно ощущаешь собственное тело и если она где-то у тебя пережимает делаешь необходимые действия для того чтобы соответствующих мышечных блоков тебе не образовывалось там и так далее потому что вообще то что я рассказываю как упражнение на курсах да это в принципе то что становится потом если вы это применяете в жизни это становится профилактикой которая защищает вас на будущее на будущее тревоги которые конечно в нашу жизнь будут происходить но кто предупрежден кто оснащен навыками тот вооружен против всех этих неприятных штук которые случаются к сожалению